Одесса. 5 марта 2023 года. Ночь с 4 на 5 марта в Одессе прошла спокойно напряженно. Сигналов воздушной тревоги, канонады работы ПВО и ракетных прилетов в Одессе области не было. На вечер 4 марта в Черном море Российская Федерация вывела 4 ракетоносителя с 24 ракетами «Калибр» на борту. До конца марта в Соединенные Штаты Америки приедет первые 10 украинских пилотов для обучения управления самолетами F-16 и А-10 «Тандерболт». Вечером 4 марта в некоторых частях Одессы можно было услышать канонаду. Не стоило беспокоиться, это вооруженные силы Украины проводят свои плановые учения. По сообщениям «Укрэнерго», сегодня 5 марта электроэнергия в дома жителей Одессы и Детской области будет подаваться в полном объеме. Великобритания увеличит количество поставляемых танков «Челленджер-2» в Украину. Место 12 танков она поставит 28 единиц этой военной техники. За год войны Российская Федерация нанесла 225 ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Около 10 тысяч россиян благодаря программе «Хочу жить» сдались добровольно в украинский плен. Подробная инструкция о сдаче в украинский плен будет прикреплена в конце этого ролика. По теле России в Украине более 200 тысяч военнослужащих, убитые и ранены около 1800 офицеров, заявил командующий НАТО в Европе Кристофер Коволе. США отправили в Украину 90 боевых машин «Страйкер». Они уже прибыли в Германию, откуда поедут в Украину. Главное предложение «Страйкеров» – доставлять на линию огня пехоту и уничтожать бронированную технику противника. В России компания «Эппл» остановила техническое обслуживание и техническую поддержку техники «Макбук» и «Айпад». Сообщение, которое распространяет в интернете якобы от имени британской разведки о том, что ведутся переговоры об обмене Запорожской и Херсонской области на Крым, является фейковыми. Евросоюз ведет жесточайшие санкции против Китая, если он начнет поставку военной техники в Россию. Немецкий военный концерн «Рейнметал» ведет переговоры с правительством Украины о строительстве танкового завода. На нем будут производить новейшие танки «Пантера». Мощность построенного завода будет 400 танков в год. Спасибо, что посмотрели этот ролик, поставили лайк и подписались на канал.